Перед весенними каникулами у школьников ГАИ просит родителей позаботиться о безопасности своих детей в транспорте и на дороге. Также сотрудники автоинспекции советуют напомнить своим детям правила безопасности поведения на дороге и во дворе жилых домов. На время акции сотрудники ГАИ также проводят для учащихся учреждений образования широкую информационно-разъяснительную работу. На дорогах сотрудники дорожно-патрульной службы усилили контроль скорости и обратили особое внимание на соблюдение водителями правил безопасной перевозки детей. На время каникул для ребят обычно устраивают экскурсии, культурные и спортивные мероприятия. В связи с этим сотрудники ГАИ организовали контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями детских автобусов. Основное внимание у нас теперь на данный момент, на данном этапе уделено разъяснительным профилактическим беседам в учебных учреждениях, а также трудовых коллективах, организациях, предприятиях. Посещаем родительские собрания. В каждом учебном заведении перед началом школьных каникул весенних у нас запланировано мероприятие сотрудникам ГАИ, проведение урока безопасности дорожного движения с подростками с 5 по 7 класс. То есть самый опасный период подростков, которые могут быть себя где-то неадекватно повезти на дороге, внезапно выбежать на дорогу. То есть с такими ребятами мы в основном и проводим профилактическую работу. А также привод детей в школу, садик, правильно маршрут составить безопасности дорожного движения, чтобы ребенок уже с ранних лет запоминал, как и каким путем ему безопасно прийти в учебное учреждение. Также на этой неделе сотрудники госавтоинспекции проведут мероприятие «Скорость на контроле». Акция предусматривает установку мобильных камер скорости для того, чтобы наблюдать за соблюдением скоростного режима и фиксации нарушений. С 19 по 25 марта подобные камеры будут работать на 20 и 37 километрах автодороги Р-23 в обоих направлениях. Датчики будут срабатывать на превышение скоростного режима, который составляет на данном отрезке трассы 90 километров в час для легковых авто и автобусов и 70 километров в час для грузовиков. Также ГАИ по Минской области сообщает, что один датчик до конца этой недели установят на 140-м километре все той же трассы Р-23 рядом с поселком Старобин. Здесь правилами установлено ограничение скорости 60 километров в час для всех видов транспорта. И к слову о камерах, используемых для контроля скоростного режима на дорогах. Ранее появились сообщения о том, что в Беларуси обсуждается возможность перевода этих датчиков в непрерывный режим работы и использование их для выявления транспортных средств без техосмотра.